Здравствуйте, это ЕТВ и программа «Полезный разговор». Каждую среду в прямом эфире работает наша телевизионная клиника «Здоровье онлайн», и я – кандидат медицинских наук Анна Соколова. Каждую среду мы говорим о том, как оставаться молодыми, здоровыми, красивыми, и самое главное, как всё это сохранить на долгие-долгие годы. У нас сегодня два гостя очень интересных, очень интересные темы, но совершенно разные. И в первой половине программы мы будем говорить с одним из лучших врачей-репродуктологов России, Квашниной Еленой Владимировной, кандидатом медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы знаем, что по всему миру как-то ухудшается демографическая ситуация, уменьшается рождаемость. Связано ли это как-то с бесплодием? Конечно. Современный мир трактует современные условия жизни, современный ритм жизни, современное отношение к распределению ролей мужчины и женщины, к современному подходу планирования материнства в старшем репродуктивном возрасте. И поэтому, соответственно, и медицина сталкивается с тем, что проблема бесплодия стала актуальной для большей части населения. Появляются даже проблемы не сколько бесплодия, сколько субфертильности. То есть, например, у пары были дети, они запланировали второго ребёнка, но в возрастах уже ближе к 40, и не получается. Вот это часто встречается. Ну и плюс женщины, в принципе, стали позже выходить замуж, решать вопросы карьеры, становиться самодостаточными, только потом решать вопросы свои репродуктивные. И, соответственно, с возрастом частота проблем, которые с этим могут возникать, она, конечно, растёт. Ну и второй момент – образ жизни. Мы где-то не так едим, где-то не так спим, постоянно работаем, много работаем, испытываем стресс. Это всё влияет на уровень наших виновинов, минералов, гормонов, нарушает все механизмы, которые приводят к этой проблеме. А есть ли какие-то современные методы, которые как-то позволяют решить эту проблему? Конечно. Самое главное и современное в этих подходах – правильно и вовремя диагностировать все возможные причины бесплодия. И делать это комплексно, обязательно в подходе как диагностики женщины, так и диагностики мужчины. И, мало того, не только диагностики, но и принятие решения о тактике ведения пары с учётом всех этих факторов. Вот это самое главное, это самый современный подход. А дальше в арсенале репродуктолога уже куча методов. Здесь и оперативные методы лечения и подготовки, и методы вспомогательных технологий, и определённые технологии подготовки к ЭКО. Это уже всё, это уже тот букет, которым работает репродуктолог. То есть основной метод – это ЭКО. Ну, ЭКО самое эффективное. Если беременность не получается, он даёт наибольшую вероятность наступления беременности в конкретном цикле, когда мы сделали перенос эмбриона. То есть в цикле зачатия, если мы говорим о субфертильной паре, которая в течение года, например, живёт, не предохраняясь, и беременность не наступает, то это 5-7% на менструальный цикл. Если мы говорим о переносе эмбриона в полость матки, то это зависит от качества эндометрия, качества эмбриона, но эффективность от 20 по возрасту до 50% в зависимости от определённых причин. И, конечно, это самый эффективный метод лечения. Но никто не говорит о том, что не нужно делать оперативные методы лечения. Всё всему своё время. Просто у каждой методики, в том числе, например, оперативной лапароскопической диагностики, цель стоит такая, что не решить какую-то конкретную проблему, а понимать, если женщина планирует репродукцию, дать ей соответствующие рекомендации и выйти уже на беременность. То есть если у пары, желающей иметь детей, не наступает беременность в течение года, только тогда можно обращаться уже к репродуктологу. Всё зависит от возраста. Даже по приказу, по которому работают репродуктологи, 107-й приказ, есть там цифра 35 лет, она впервые появилась в приказах Министерства здравоохранения, что если 35 лет и старше, то лучше сразу, когда вы запланировали беременность, прийти на консультацию репродуктолога. Чтобы пройти необходимый объём обследования, понять, есть ли время на самостоятельную беременность, у женщин очень важно оценить авариальный резерв, от этого и зависит быстрота и действия, которые нужно делать. Сдать пермограмму, понимать, что мы не теряем время, если там нет параметра, которые нас не удовлетворяют, и запланировать определённое время, когда мы это планируем самостоятельно. Если нет, то решать вопросы уже с помощью репродуктолога. Если же это молодая пара, то, конечно, грамотнее подойти сразу к врачу, сдать опереджи анализы, понять, что может быть самостоятельная беременность, и запланировать определённое время. Но если в анамнезе у пары уже есть год, когда она не предохранялась, эта пара, то, конечно, надо идти к репродуктологу. Ограничения какие-то возрастные существуют вообще сейчас? Никаких ограничений. У нас молодые женщины, их 50 лет. Но весь вопрос в том, можем ли мы помочь им со своим репродуктивным потенциалом решить эту проблему. Потому что нужно вовремя принять решение о переходе на такие программы, как донации циклеток, суррогатное материнство. Для вспомогательных технологий нет пределов. Этические вопросы решает сама пара, в каком возрасте рожает ребенка. Общество решает, как это законодательно. У нас на сегодняшний день нет законодательных актов. Поэтому, если женщина здорова и хочет иметь ребенка, она имеет на это право. Вопросы есть на сайте. Я, кстати, хочу обратиться и к нашим телезрителям. У вас есть уникальная возможность позвонить нам по телефону 376-45-88. Вы сможете задать вопрос прямо в прямом эфире и сразу же получить ответ. Но на сайте уже вопросы есть. От Татьяны. Кого больше бесплодных в вашей практике, мужчин или женщин? Немножко меняется статистика, но тенденция одна и та же просматривается. Сейчас все чаще проблема общей субфертильности. То есть пара, у которых есть некоторые мужские факторы, некоторые женские факторы субфертильности. Их больше всего. То есть сочетанные формы бесплодия. На второе место постоянно выходит мужской фактор. Как это ни странно. И уже на третьем единичные какие-то женские проблемы. Поэтому можно сказать о том, что если мужские факторы сочетаны объединить вместе, это будет большинство. Когда есть проблема у мужчины, и нужно решать совместно с учетом женского состояния. А вы привлекаете каких-то специалистов или репродуктологов, лечите мужчину и женщину? Обязательно. Репродуктологу и работает совместно с урологом-андрологом. Проводятся анализы спермограммы, инфекции у мужа. Еще современные подходы оценки фертильности спермограммы. Все это используется и в подготовке к ЭКО в том числе. Даже если мы говорим о самостоятельной беременности, как нормализовать образ жизни, какие правильно принимать препараты или плащевые добавки, связанные со здравлением, тех же параметров сперматогенеза, как снизить вес, чтобы нормализовался уровень тестостерона и нормализовался собственный сперматогенез. То есть это все уролог-андролог. Но он сам по себе не может давать заключение по паре. Это обязательно нужно работать в связке с гинекологом. Вопрос от Ильи. А можно ли забеременеть без маточных труб? Да, методом ЭКО. Говорят, что ЭКО дает такую возможность. Тяжелая ли это беременность? Нужен ли какой-то особый уход за здоровьем, подготовка? Нет, нет, нет. Классика ЭКО. То есть изначально, когда говорили о создании ЭКО, говорили о женщинах, у которых нет маточных труб. Это же самое простое. Сперматозоид не может встретиться с яйцеклеткой. И решили эту проблему таким образом, что встретились в чашке эмбриолога, эмбрион попал в полость матки. Классика ЭКО. Перебью. Мы вернемся, потому что у нас есть звоночек. Вначале ответим. Хорошо. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы со мной? С вами. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Добрый день. Мне после операции сделали гистологию. И, в общем-то, два пункта там отмечены. Первый. В трубе склероз. Это рассеянные полиморфные клетки и в яичнике белые тела. Первое и второе. Низкодисферницированный рак с некрозами и воспалением. Вот, я бы просто хотела знать, даже не знаю, как правильно сформулировать. Он, конечно, вы не скажете, опирабельный он сейчас или нет, потому что это надо действительно смотреть. Но какой у меня срок до операции приперна? А вам операцию сейчас сделали, раз у вас есть гистологическое исследование? Вам операцию проводили? Да, мне удалили яичники. Вам удалили маточные трубы и сделали резекцию яичников, да? Да, да, да. Кистома белого яичника была. И гистологическое заключение кистомы – желто-белые тела? Угу. Трубы удалили абсолютно правильно. Вам подтвердили диагноз хронического сальпингита. Склероз – это исход воспаления. Поэтому эти трубы больные, они нерабочие, их правильно удалили. Что касается кистомы, то это не кистома была, а функциональное желтое тело. Белые тела – это функционально связанное с работой яичника образования. И поэтому никаких противопоказаний, чтобы делать беременность методом ЭКО у вас нет. Причем тут методы ЭКО? А трубы вам удалили или что с трубами сделали? Мне 62 года, извините. А, ну, в данном случае вы, наверное, счастливы. Мама, вы уже, поэтому вам не надо делать ЭКО по возрасту. Нет, мне этого ничего не надо. Хорошо, я за вас очень рада. Дело в том, что у нас просто методика ЭКО – это вспомогательная технология при беременности. Держима сегодня эфира. Нет, у вас все хорошо. Сходите на прием гинеколога. Вам нужно подобрать варианты заместительной гормональной терапии, чтобы сохранить молодость и здоровье. Единственный вопрос. ЭКО-какарак. И он сколько мне осталось до... В общем, у меня 29-го числа я иду уже в онкоцентр. Не протрочится ли... Дело в том, что у вас по гистологии речи о раке не идет. Поэтому не волнуйтесь. Раньше времени сходите на прием. Вам доктор все это объяснит. Не волнуйтесь. Спасибо за звонок. А давайте вернемся все-таки к ЭКО, потому что вопрос был такой, тяжелая ли это беременность, если нет маточных труб. И как-то специально нужно ли готовиться? Технология ЭКО, в принципе, беременность мало отличается от нормальной беременности после 12 недель. Потому что до 12 идет некая гормональная поддержка. И как ее грамотно вести, как назначать, когда отменять, это решает больше репродуктолог, чем просто гинеколог, который обычной беременности ведет. Но в целом это та же самая беременность. Единственное, что когда она происходит на фоне стимуляции, а не в криопротоколах, мы имеем еще крупные яичники. Они работают на беременность более активно, чем в обычной жизни. Там несколько желтых тел, которые вырабатывают гормоны. И поэтому может быть с этим связан дискомфорт в первом триместре. Что касается трубного фактора, отсутствия труб и беременности метода МЭКО, неважно. Это ваша яйцеклетка, ваш сперматозоид, ваша матка, и беременность ничем не отличаются. Также вопрос, видимо, в продолжение о беременности. При онкологических заболеваниях вообще возможно? Это опасно? Были ли случаи излечены? Так, что нужно обратиться сразу на консультацию к репродуктологу, потому что у нас есть некоторые ограничения по онкологии. Последним приказом разрешено работать с онкологическими больными, но надо смотреть, какой диагноз, какой резерв, чем выроводили лечение, свои ли это клетки или это донорские. Варианты различные есть. Поэтому надо решать непосредственно у репродуктолога. Вопрос очень общий. Вопрос от Антонина. А есть ли яйцеклеток много, но они некачественные? Два ЭКО, был аванамнезе, эмбрионы не выживают. Анализ показал, что они все генетически неполноценные с болезнями. Что делать в такой ситуации? Если у вас уже были программы ЭКО, когда некачественные эмбрионы с генетическим анализом, то тогда варианты донации, потому что генетический анализ полностью показывает причину некачественного эмбриона. Бывают другие случаи, когда проводится программа ЭКО, и мы получаем некачественные яйцеклетки, некачественные эмбрионы по морфологии, по структуре. И тут мы пытаемся что-то сделать, подготовить пациентку, чтобы поменять ситуацию, в которой растут ациты. Использовать разные протоколы, препараты, чтобы что-то изменить, получить качественные клетки. Но даже в этом случае бывает, что нам это не удается. И тогда альтернатива – варианты донации. Но если эти эмбрионы некачественные генетически, надо смотреть, что там за генетику делали, чья причина. Ну, то есть, конечно, это индивидуально разбираться. Если это причина в самой генетике эмбриона, что там неполноценный кариотип, то, конечно, это программа донации. Как понять, или яйцеклетка, или сперматозоид должен быть донорский? Дело в том, что мы можем работать с помогательными технологиями с использованием как своего генетического материала женского, так и мужского, так и донорского. То есть, донорская яйцеклетка сперма мужа. Или, например, яйцеклетка женщины, а сперма донора. Либо даже третья альтернатива – это донорские эмбрионы. В современной клинике имеют возможность переносить эмбрионы с известным генетическим статусом. То есть, мы точно знаем, что он генетически полноценен, и это гарантирует вероятность рождения здорового ребенка. Большое спасибо, Елена Владимировна. Вопросов много, на самом деле, даже на треть не успели ответить. Поэтому, надеемся, вас увидеть у нас еще раз в гостях. А сейчас у нас будет второй гость. Небольшая пауза. Прием ведет один из лучших врачей-репродуктологов России Кошнина Елена Владимировна. Запишитесь на прием по телефону 343-357-96-72.